Отсутствие растительности на склоне набережной Урала вызывает вопросы не только у местных жителей, но и у профессионального сообщества. И дело не только в эстетичности. Активисты считают, что пустой склон может привести к оползню. Укрепить его можно с помощью георешётки и различных конструкций, а также обычных растений. За сей газонной травой, которая будет удерживаться, у него очень хорошие корни. Нет, этого не было сделано. И сейчас мы видим чистую землю, которая кое-где там поросла уже дикими, не кустарниками, а сорняками. А вот культурной растительности там нет, конечно. Нужно, естественно, ещё и высаживать туда всё-таки и деревья. Всё-таки их корневая система намного мощнее, нежели у кустарников. Общественники заявляют, что количество растений на набережной уменьшается с каждым годом. По словам главного архитектора области Натальи Ибрагимовой, на склоне трудно организовать уход и полив. Она считает, что нужно высаживать растения, устойчивые к нашей среде. В качестве примера Наталья Ибрагимова привела степные дикоросы. Их не поливают и за ними не ухаживают. А свою красоту они дарят весь сезон и в период цветения и позже, в зрелом состоянии. Очень надеюсь, что подрядчик найдёт садовника, который сможет реализовать использование луговых сообществ в оформлении склона. Если посадить кустарники и террасами сделать, то есть нормальным образом, то в принципе там никакого полива, по крайней мере, потом поддерживающего можно и не делать. Напомним, при реконструкции набережной Урала был построен ещё один спуск – тропа здоровья. Общественники утверждают, что ради этого были вырублены деревья. После строительства альтернативного спуска высадили газон, но растительность не смогла прижиться. Сезон посадки практически закончен. И, по словам садовников, сейчас высаживать деревья и кустарники бесполезно. Анастасия Клёсова, Фёдор Бородацкий, городской телеканал ЮТВ.